И если мы сравниваем этих бойцов, то можно заметить, что Ауэр Пертея намного выше Шамили Никаева, то есть на 8 сантиметров. И исходя из этого, можно предположить, что Шамили Никаева нужно идти вперед, постоянно пытаться его атаковать, соответственно, ну а дальше уже будет он бить или пытаться бороться, будет зависеть уже непосредственно от Шамили. В общем, у нас такая классическая ситуация, перспективный, не имеющий поражение, боец, 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 очень опытный, такого джорни-мэна, но в третьем опасно, опасно, румынского парсмена. Возраст, рост, вес и послужные списки, а также гражданство бойцов на ваших экранах, да, на 8 сантиметров выше Пертея. У Шамили Никаева из 6 побед, кстати, 5 побед по очкам и лишь одна победа приемом. В общем, нельзя его назвать таким прямо заправским нокаутером, так скажем. И так делают проход в ноги, успешно проводят Аурел Пертея, но тут же бойцы поднимаются в стойку. Пертея продолжает поджимать Шамиля к сетке, контролирует его и пока работает коленями, но скорее всего это идет лишь подготовка, проведение какого-то другого приема. Шамиль Никаев развернул к сетке Аурела и сейчас, соответственно, пытается контролировать его. Забирает одну ножку и проводит отмечный бросок. Хороший бросок от Никаева. Да, сейчас нужно не спешить, а законтролировать. Законтролировать, да, Аурела. Собирает шею, ну там почти двумя руками забрал, но удалось опытному румыну избежать серьезных проблем. Да, и вот они снова поменялись местами у сетки. Соответственно, преимущество имеет тот, кто поджимает к сетке соперника, ограничивая его подвижность. То есть задача, соответственно, Шамиля это развернуть его, а задача Аурела либо пробивать, либо бросить. В итоге ни то, ни другое. И мы видим, бойцы работают на дистанции стойки. Пошел вперед Шамиль Никаев. Здесь не достает Пертеа, Никаев внимателен. Но не дотягивается левым боковым сейчас сам Шамиль. Ну да, потому что идет один удар акцентированный, то есть он не подготовлен. А от одиночного удара, в принципе, достаточно просто уйти. То есть гораздо эффективнее работа идет, когда работа идет в связках. Конечно. Комбинационная работа, она... Более эффективна. Попадает сейчас справа навстречу Никаев, но там успел немножко убрать голову. Да, немножко не хватило плеча, пару буквально сантиметров довернуть, и удар был бы в челюсть гораздо серьезнее. Поближе нужно работать Шамилю. Соответственно, в дистанции нужно действовать румынскому бойцу. Там пропустил сейчас Пертеа жесткий лоу-кик. Джек в корпус от Никаева. Забрал центр октагона Пертеа. Ну, Шамиль Никаев работает правильно, работает грамотно, то есть хорошо работает на ногах, подвижность. То есть, когда Орел идет вперед, он сразу разрывает дистанцию и тут же сам может форсировать и его сокращать. То есть не застаивается. Это очень важно при работе с более высоким соперником. Взял паузу Пертеа. Меняет стойки Шамиль Никаев по ходу боя. То в левшу, то в правшу он периодически переключается. Да, Орел тоже ни в коем случае нельзя застаиваться, иначе Шамиль его, так скажем, раскатает на этой подвижности. Вот отличный удар справа проводит Шамиль Никаев. Да, тут же пытается отвечать Орел, но не достает, опять же, из-за того, что Шамиль хорошо двигается на ногах и разрывает эту дистанцию. Вот мы видим, выманивает, вытягивает периодически на себя Никаев Румына. Оп, хорошо сейчас поймал Шамиль Никаев. Да, на встречном движении. Но в маунт сразу запрыгнуть не успел. Мы видим, тут же застегивает треугольник Орел Пертеа. Ну, сейчас мы посмотрим за то, что бойцы могут в партере. Ну, вот Орел Пертеа пока может вязать. Да, он сейчас пытается контролировать руки, не давать как минимум добивать. Шамиль Никаев пока себя достаточно комфортно в этом положении чувствует. Да, и работает просто нанося удары. Да, Шамилю нужно работать, работать, работать и еще раз работать, если он хочет привлечь внимание судей. Ну, по баллам однозначно выигрывает пока Шамиль Никаев. И хорошие удары, попадания были, и бросочки. Достаточно грамотно работает. Да, сейчас самое главное было не попасться на болячку, с чего он ушел. Да, и занял более преимущественное положение сайд-контрол. Отсюда, соответственно, можно проводить приемы болевые. Вот он сейчас пытается забрать его руку и, возможно, будет рычаг локтя делать. Положение на северную. Да, либо заводить за спину, опять же, Кимуру. Да, руку он не доконтролирует до конца, но, опять же, занял это положение. К сожалению, у нас остается всего 15 секунд у него работать. Нужно немножко активизироваться. Ну, вот здесь можно побить коленями, кстати, подключать к ударам рук колени. Можно было Шамилю Никаеву. Да, нужно просто побить. Побить немножко... Сайд-контрол, по-моему, Шамиля. Ну, что ж, на мой взгляд, за счет концовки особенно хороший раунд для Шамиля Никаева. Этот раунд наверняка ему в актив можно снять. Однозначно Шамиль Никаев этот раунд забрал. И, как я говорил, зараз до этого он продемонстрировал очень хорошую работу на ногах. Отличная подвижность, которая сыграла ему просто колоссальный плюс. Аурел Пертея не успевает просто за ним двигаться. За счет этого Шамиль, в принципе, и выиграл. Нанося и удар, и делая, проводя броски. Пожалуйста, хороший бросок, как Шамиля Никаева. Такой прям... Амплитудный. Амплитудный, очень зрелищный. И здесь попал, но там успел чуть-чуть убрать голову румынский боец. И вот, пожалуйста. Подхватил ногу, пробил навстречу Шамиль Никаев. У нас второй раунд, дорогие друзья. Напомню, бой в легком весе. Весовая категория до 70 килограммов 300 граммов. Шамиль Никаев, перчатки с красным скотчем. Проспект. Шесть побед, ноль поражений. Представляет Бельгию. Прозвища Чеченский Волк. 21 год. Молодой. Рост метр семьдесят три у него. И его соперник, очень опытный румын. Да, опять очень резко сокращает дистанцию Шамиль Никаев и сваливает в партер Аурелла Пиртея. Времени у Шамиля во втором раунде предостаточно. Впрочем, как и у Аурела. Поэтому здесь, может быть, именно поработать какой-то период позиционно, подготовить хорошую атаку, выпрямить спину, понапрягать соперника. Ну, пока это идет положение гарда. В этом положении, соответственно, Шамилю нужно либо пробивать ударчиками, либо проходить охрану. Но он это не спешит делать. Его, в принципе, устраивает это положение, работая из гарда. Да, и вот когда Аурелл Пиртея уже расцепил сам гард для выполнения какого-то приема, попытки, да, тут же Шамиль Никаев сориентировался и вышел из этого положения. И сейчас, да, запрыгивает в маунт Никаев, но мастит. Мастит Пиртея, с другой стороны отдает спину. Да, показали нам всю красоту грэплинга бойцы. Сайд-контроль со стороны Шамиля Никаева. Но здесь побить, побить надо. Подключать колени. Пространство для маневра определенное у Шамиля есть. Да, сейчас достаточно широкий спектр технических действий можно применять. Я так понимаю, что хочет Никаев запрыгнуть в гард. Но вот нужно, на мой взгляд, пользоваться той ситуацией, которая есть у него в сайд-контроле. Ну, здесь спешить не надо просто. Время сейчас есть. Нужно потихонечку побить. И дальше смотреть за работой соперника. И, соответственно, исходя из его работы, уже можно менять положение будет. Но, соответственно, пока он контролирует Аурейла Пиртея, соответственно, и может наносить удары, соответственно, это и надо делать. Да, и вот у нас положение поменялось. Шамиль Никаев хорошо контролирует спину. И вот у нас очередной бросок. Очередной красивый амплитудный бросок. Да, и положение снова сайд-контроля забирает Шамиль Никаев. Пытается нагружать шею и ввязать Шамиля Аурейл Пиртея. Но, в принципе, здесь масса вариантов для Шамиля. Можно подушить, можно побить. Вот, вставляет он, наконец-то, колено. Побольше нужно работать Шамилю. Не просто румынскому бойцу. Кто бы ты, Александр, посоветовал румыну такой ситуации делать? Я бы румыну посоветовал больше времени на тренировках уделять выходу из положений бэд-позишн. Ну, полностью контролирует ситуацию Шамиль Никаев. Да, конечно. А Аурейл, видимо, он немножечко уже подвыдохся. И тяжело ему защищаться. И устал он. А вроде и вставать надо, и раунд проигрывает. Ну, вот у меня вопрос, будет ли, попытается ли запрыгнуть в маунт Шамиль Никаев. Хотя у него и так неплохое положение. Да, дело в том, что если хорошо контролирует сайт, то зачем заходить в маунт? От добра добра не ищут. Можно и так сказать. Так. Забирает спину Шамиль Никаев. Да, и вот такое же положение мы видели с вами в предыдущем, соответственно, эпизоде. Да, единственное, что сейчас уже Аурейл Пертея уже больше массу вперед протянул, для того, чтобы не полететь опять красиво назад. Он так накормил его уже Никаев, в общем-то. Да, опять же, все эти подъемы, они, опять же, требуют сил. Да, время идет. Контролирует ситуацию Шамиль Никаев. Да, и вот он решил попробовать выйти на маунт. Да, ножку у него не получилось перекинуть. И тут же сразу занял положение сайда. В любом случае, он хозяин положения. С другой стороны, нужно упрямлять спину в идеале и работать серийно. Удалось румынскому бойцу встать, но ненадолго. Сейчас к сеточке его, опять же, хорошо поджал Шамиль Никаев. Ну, я думаю, опять же, несколько подготовительных ударов, и он попробует свести в партер. Броски у Шамиля по ходу боя получались, мы с вами наблюдали неоднократно. Да, и вот у нас стоит буквально 5 секунд, можно вбрисковать, в принципе. Хоть в ударах, хоть в бросках. Перевод партера от Никаева. Да, буквально на последние секунды. Однозначный раунд за Шамилем. Тут, мне кажется, других мнений быть и не может. Может быть, поближе, но тем не менее. Посмотрим, что будет в третьем раунде. Команде румынов нужны серьезные корректировки. Задумываться о нокауте, может быть, потому что только или нокаут, или победа приемом удушающим, либо болевым спасет румынского атлета от поражения, на мой взгляд. На мой взгляд, румынского атлета может спасти только большая, так сказать, порция удачи. Потому что... Во всех компонентах начинает переигрывать. Все верно. Шамиль Митаев нам пока на протяжении двух раундов показал, что он лучше работает так в стойке, так и в борьбе. Поэтому я думаю, что только удача может помочь Аурелу Пертея. По поводу удачи, как сказал Сауль Альварес, известный мексиканский боксер, когда ему пожелал удачи, Геннадий Головкин перед их предстоящим поединком сказал Сауль, что удача для обычных людей. Вот как-то так. Пошел вперед румын, прекрасно он понимает, что два раунда в общем-то проиграл по факту. Где-то ближе, где-то более явно, но тем не менее. И естественно, ему нужно рисковать. Отвечает Шамиль Митаев, так отгоняет он в сторону сетки соперника, но ненадолго. Да, ну можно сказать, что, так сказать, Аурел Пертея заслуживает уважения тем, что он пытается и пробует, несмотря на то, что понимает, что он сейчас проигрывает, он все-таки пытается идти за победой. Да, ему нельзя просто, так сказать, отбывать номер, ему нужно действительно показывать, что не зря его пригласили. И создавать конкуренцию Шамиль Микаеву, безусловно. Да, но опять же мы смотрим, что Шамиль сейчас не форсирует события. Может быть, экономит силы. Он внимателен, собран, да, и, я думаю, ждет ошибки. Наверняка хочет поработать Шамиль Микаев. Да, он понимает, что спешить ему некуда. Время идет, соперник измотан. Я думаю, что в ближайшее время мы с вами опять же увидим активную работу Шамиля Микаева. Да, по-моему, подождал немножко. Аурел чуть-чуть вымотался, немножко подвигался, попробовал. И сейчас настало время работать Шамилю Микаеву. И вот отличный лау-кик мы смотрим от Шамиля. Опять же смотрим, он хорошо двигается на ногах, продолжает. У него нет этой усталости сильной. И так двоечка пошла. Контролирует ситуацию Шамиль? Да, вполне. Вполне контролирует, без эмоций, очень спокойно, взвешенно. Кстати, такое завидное хладнокровие для бойца, которому всего лишь 21 год. Это очень-очень юный возраст, по сути, для смешно-наборств. Я вам скажу, это очень хорошее качество у бойца. Да, и вот мы видели подхват ноги, сваливание. Опять же, контроль. Уже привычный ставший им сайд-контрол. Да, и опять же сейчас работа пойдет. От Шамиля Никаева. Аурел Пертеева снова перекрылся. То есть он лег. Буквально только ногами он пытается контролировать соперника, чтобы Шамиль не перекинул ногу и не сел сверху. А остальное достаточно пассивное. Вот это вот отлеживание, которое не принесет ему никаких дивидендов. Хорошее колено. И добавляет есть пространство для удара у Шамиля Никаева. Да, Шамиль масса его держит хорошо. То есть сайд-контрол очень неплохой. Да, и из него, соответственно, периодически наносят удары. То есть получается, что Аурел Пертеев пытается немного крутиться в этот момент. Шамиль поджимает его к полу уже полностью на спину. Когда соперник на спине, он уже позволяет себе нанести несколько ударов и потом снова контролирует соперника. Вот здесь можно позбивать, да, позбивать Пертея. Опять сайд-контроль. Такая уже фирменная, действительно, фишка Шамиля Никаева в этом поединке. Если соперник позволяет, почему нет? Ну, я даже не скажу, что совсем позволяет. Я вижу, что Шамиль хорошо чувствует соперника. То есть он все движения работает на опережение, предугадывает и не теряет контроль. Ни в стойке, ни в партере в борьбе. Чуть больше минуты до конца раунда. Естественно, угловые Шамилю подсказывают, сколько осталось времени корректируют его работу. Но если ничего сверхъестественного не произойдет, хотя зарекаться в ММА дело неблагодарное, но по ходу поединка уверенно, пока уверенно работает Шамиль Никаева. Да, лидирует. Лидирует. Шамиль Никаев. Хотя, но тут было опасно. Я чуть не забрал голову Перте, а он, напомню еще раз, может придушить. Ну, положение гарда, опять же, мы не первый раз видим. И видели до этого, что Аурел Перте в этом положении больше пытался вязать соперника, то есть не давать ему просто бить себя. Да, когда пытался проводить какие-то болевые приемы, то тут же Шамиль Никаев забирал сайт-контрол. Поэтому, я думаю, сейчас принципиально Аурелу Перте просто додержаться вот эту вот костевочку раунда. Дело части просто... Выстоять трехминутку, крайнюю. Но я бы сказал, наверное, вылежать, да? Учитывая, что у нас все в партере происходит. Да так и произойдет. Так и происходит. Вот мы видим эмоции. Продолжение следует... Продолжение следует... Шамиль Никаев поддерживает убедительную и красивую победу. В этом поединке. Уважение, конечно же, его сопернику Аурелу Перте. И поздравляем Шамиля. Хороший боец. Наверняка увидим его в следующих турнирах ОСП. Легкий вес в этом промоушене. Тоже изобилует серьезными бойцами. Здесь и чемпион. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.